Всем доброго утра! У нас сегодня на улице дождь, пасмурно с самого утра. 27 июня. Работать в поле невозможно, поэтому я сегодня буду готовить себе черенки. Голубики. Сделаем зеленое черенкование с вами. Давно я к этому делу подступалась, сегодня я отважилась. Делала несколько раз в прошлых годах, но всегда забрасывала. Было не до него, надо было следить, но мне было все некогда, ничего не выходило. Древеснейшими черенками зимой я делала, где-то процентов, наверное, 50 получилось. Вот сейчас попробуем с вами сделать зеленое черенкование. Не знаю, как правильно, буду показывать, как делаю я. И результат потом покажу. Так, значит, я буду брать черенки, сейчас я вам покажу, чтобы было удобно, текущего года. То есть те, которые только-только у нас наросли. И второго порядка. Я возьму и которые будут первого порядка, то есть непосредственно выходить из-под корня, из корня. Вот. И буду брать вот такие вот второго порядка. Смотрите, на что буду обращать внимание. Чтобы они уже как бы вызрели. То есть не были вот такими вот мягенькими, болтающимися. Это дело совершенно нам не подходит. Буду брать вот такие вот. Уже крепкие, хорошие. Срезаем. Делаю одной рукой, поэтому небрежно. Я опускаю в воду. Несмотря на то, что у нас сейчас моросит дождик, все равно решила еще раз перестраховаться и опустить в водичку. Все, таким же образом буду нарезать дальше все череночки. О, сразу веточка поднялась. Дождь, все кусты полегли. Просто все легли в ряд вместе с ягодой. Это кошмар. То есть принцип понятен, какие веточки я буду брать. Вот такие крепенькие. Нет, это не буду, это ягодная. Вот они. Они уже тут мешаются. Они в проход ложатся. Веточки, которые идут вовнутрь куста, будут мешаться. То есть мы еще сделаем с вами летнюю обрезку. Облегчим кустику жизнь. Друзья, что сделали мы дальше? Мы взяли подготовленные наши ветки и значит вырезаем такие вот череночки с них. Под почкой, вот она почечка, делаем косой срез. Оставляем сантиметров 12-15. Листики мы укорачиваем. Я не стала это снимать, это и так все понятно, что там показывать. Вот все, вот такой вот череночек мы заготовили. Напоминаю, веточки второго порядка. Я сейчас делаю их. Потом сделаю ветки первого порядка. И посмотрю, какие из них лучше будут укореняться. Вот, веточка жесткая, хорошая. Листик укоротили для того, чтобы испарение влаги было наименьшее. И бросаю в водичку. Также буду дальше нарезать. Это вот верхушка от того черенка осталась. Она тоже достаточно хорошая, плотная, уже вызревшая. Сейчас я сделаю здесь косой срез под почечкой. Вот, укорочу листики и также буду ее укоренять. Все, я продолжаю. Так, череночки я нарезала. Сейчас буду высаживать их вот в такую кассету. Предварительно я точно таким же черенком засохшим сделала углубление. Чтобы, когда мы туда будем ставить череночек, который я буду обмакивать в укоренитель. У нас это хризотекс мы покупали. Это на развес. Я просто сюда пересыпала в баночку. Подписала. Вот, пяточку буду обмакивать немножечко. Так, лишнее стряхивать. И вставлять. Если такие углубления не делать, то когда вы проталкиваете, то все остается где-то вот здесь. Вот, все на торфе, на череночке ничего не остается. Поэтому делаю вот такие углубления. Аккуратно вставляю. Сейчас я это все расставлю. И потом немножечко я это все дело вот так прикрою. Буду стараться сажать под наклоном. Продолжение следует. После того, как кассеты я засадила, их я поставила вот в такие вот пенопластовые ящики, которые я использовала зимой для укоренения древесневевших черенков. Они, я так думаю, что будут держать прохладу. Не будет нагреваться у меня кассета. Вот. И в любом случае удобнее затянуть вот так вот пленкой. Не стала в этот раз я просить мужа, чтобы он ставил мне дуги и накидывать целлофан. Решила сделать сама, по-простому, как будет. Я уже столкнулась с этим, что чем проще все делаешь, тем лучше все укореняется. В подтверждение покажу вам кое-что. У меня здесь есть черенки голубики, которые у меня просто остались. Я их, ну жалко было выбрасывать, я их понавтыкала вот в такую вот плошку для сбора клубники. Вот. И накрыла точно такой же плошкой. И что вы думаете? Все до одного, все принялись и все прекрасно растут. А я про них и думать забыла. И вообще, вот только недавно их нашла. Что у меня там стоит в уголочке? Вот там вот. Бах! Все растут прекрасно. Вот новый прирост. Великолепно. Поэтому думаю, что обойдемся мы в данном случае и без тумана. Был у нас туман, все было залито, все было черное. То есть не сработало. Поэтому думаю, все, как получится, так получится. Нет, значит нет. Буду думать дальше, как поступать. Все, натянула пищевую тут пленочку. Здесь я чуть-чуть придавила, потому что она коротковатая. Это у нас самое прохладное место, что можно придумать. Это в парнике, на полу, под стеллажами, в углу. Тут затенение у нас хорошее, распрекрасное. Тут несколько сеток натянута, белый агроспан. Плюс там еще дерево во дворе. Вот так что здесь достаточно прохладно. Вот 20 градусов тут от земли. Будем смотреть, как все дальше дело у нас пойдет. Вот этот весь угол я сейчас буду заставлять черенками. Здесь дальше продолжу. Вот, так что попробуем.